Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа Коммунальной патрули, смотрите в этом выпуске. Помогли не выезжая, управляющая компания положила асфальт за полдня, испугавшись слухов о приезде нашей съемочной группы. Только вот проблем у дома меньше не стало. А вот как заставить управляющую компанию решать вопросы по дому? Лайфхак от эксперта. Здесь вы можете увидеть пример того, как телевидение помогает еще до выезда на место проблемы. Жильцы этого дома позвонили в управляющую компанию, сказали, имейте совесть, постелите асфальт, скоро приедут репортеры, и вот оно, новое покрытие, буквально за день. Но только проблем у этого дома еще очень много. Это дом номер 50А по советской армии, корпус первый, полный близнец второго. Раньше здесь было общежитие, поэтому разница невелика. Во втором бывшие главные двери просто заблокированы, а в первом корпусе они стали входами в две отдельные квартиры. А вот аварийные лестницы превратились в подъезды. Второй корпус мы уже снимали для предыдущего выпуска. Именно после этого нам в редакцию позвонила Валентина Григорьевна и попросила рассказать и про их проблемы тоже. Вот это первая проблема. Прислали волонтеров, не знаю, город или район наш. Вот они вычистили. Где они чистили, я не знаю. Уже два месяца прошло. Мы им звоним, ну вывезите, раз вы собрали это. Вывезем завтра, вывезем завтра. Два месяца прошло. Кто присылал волонтеров, неясно. Поэтому неясно и кто должен все это убирать. По словам жителей в управляющей компании, от стихийной свалки открещиваются. Но и не пытаются найти виноватых за мусор на их территории. Возможно, не слышат иронии и принимают за арт-объект. Красиво тут. Красиво. Красиво. Ой, вообще. Красота эта страшно быстро разрастается. А это уже заслуга местных жителей. Не дают увянуть. Вот эти черные мешки, это как раз то, что убирали волонтеры. То, что вы видите свежее, это от жителей. Потому что эта дорога ведет к трамвайным путям. Ну, пошел ты на остановку, по дороге и занес, и выкинул. Это куча от того, что убирали два месяца назад. Убирали эту территорию. Так здесь уже появилось новое. Вторая проблема дома появилась из-за того, что город уложил рядом с подъездами новый асфальт. Как здесь теперь говорится, не было бы несчастья, да счастье помогло. Нам начали делать асфальт. Вначале все раскурочили, все повырывали. Тут были клумбы, цветы у нас хорошие. Все разобрали, все сломали. До конца ничего не сделают. Там ямы бесконечные. Сняли газон и клумбы. Теперь у подъезда вот такие бугры. А машины жители вынуждены парковать в грязи. С обратной стороны дома, где бывшие главные проходные стали входами в две квартиры, дорожники тоже оставили след. Не знаю, что они сделали, но это вот они все выломали. А когда дорогу укладывали? Укладывали у нас все лето. Они полтора месяца не делали ничего, стояло, потом приехали, заделали, мы им говорили, чтобы вот это закатали. Но так все осталось. И наша уже пообещала, наша компания, что сделает. Ну вот просто жалко людей. Вот вы сами посмотрите. Это только малая часть проблем дома. Многие коммунальные беды корпусы-близнецы делят на двоих. Разбитая опалубка, трещины в стенах, заваленные подвальные окна и буквально лоскотные стекла на окнах подъездных. Кроме того, на два корпуса бывшего общежития раньше была одна детская площадка. Теперь от нее осталась вот такая полянка. Судя по кадастровой карте, она разделена ровно пополам. И что с этим будут делать управляющие компании, неизвестно. Но дети пока играют так. Правда, управляющая компания и не обязана строить детскую площадку. Это в отличие от площадки контейнерной. Асфальт здесь постелили. Это то, чем мы помогли жителям еще до приезда на место съемки. Точнее, помогло само слово «телевидение», услышанное руководством управляющей компании. Козырек для контейнеров поставили без волшебных слов сами. С контейнерами беда. По словам жителей, новые появились, но их сразу же увезли. Остались только такие, что при погрузке просыпают кучи мусора и под крышу не закатить, потому что просто нет колесиков. Иногда они просто лежат на земле. Удивительно, что техника регионального оператора такие до сих пор обслуживает. Справедливости ради скажем, в некоторых случаях жители сами виноваты в ситуации с домом. То есть они вторые были двери после вот этих вот. А куда делись? Кто-то двери просто унес. Жители говорят, это друзья человека, который живет в подъезде. Вот прям здесь. Между прочим, собственник квартиры на этой же площадке просто с женой поссорился. С этим уже управляющей компанией, вероятно, нечего поделать. А единственное, что сделано в доме хорошего, так это крыша до этапа программы капитального ремонта. К слову, до управляющей компании мы так и не дозвонились, как не пытались. О том, что можно делегировать право. Совету дома по проведению текущих ремонтов. То есть какая основная отговорка обслуживающих организаций, управляющих компаний? Почему они не делают текущий ремонт в подъезде? А потому, что нет решения собрания. Но не любят у нас граждане проводить общие собрания. Не любят собираться, не любят оформлением заниматься, протоколом решений, ходить, подпись собирать. Поэтому право принятия решения о текущих ремонтах нужно провести на одном из собраний и делегировать это право совету дома. И тогда совет дома без всяких собраний будет принимать решение, какой подъезд, в какое время отремонтировать, где какую дверь поменять, где какую дверь утеплить. Где, то есть уже для этого отговорок у управляющей компании, почему они десятилетиями не делают текущий ремонт, побелку, покраску, просто не будет. То есть закон, изменения в законе года два назад произошли. Ну, и есть еще статья 45-я, пункт 6-й. Ну, опять же, он о чем говорит? О том, что можно собрание проводить не самим, не за свой счет, не лично, а обязать это проводить обслуживающую организацию, управляющую компанию. Всего лишь нужно написать заявление любому собственнику и собрать 10% подписи. И написать перечень вопросов, которые вы хотите на этом собрании обсудить и принять решение. Что такое 10%? Вот любой собственник пишет заявление, 10%, ну, допустим, в доме 5000 квадратных метров, общая площадь. 10% это 500 метров. Так вот, 500 метров это там 5-6 квартир, допустим. Вот он собрал подписи с 5-6 квартир и отправил в управляющую компанию это заявление. И управляющая компания в течение 45 дней должна провести собрание и только по тем вопросам, которые написаны в заявлении. Свои вопросы какие-нибудь там, как правило, там увеличить тариф там, значит, или еще что-нибудь придумать, она не должна. И не позже, чем за 10 дней до конца вот этих вот 45 суток. Вот такие права сейчас у граждан есть. То есть любой собственник может заставить управляющую компанию провести собрание, а для этого мы и нанимаем управляющую компанию. У них есть и бумага для этого, и работники, экономисты, мастера, бухгалтера, по нескольку человек, бухгалтеров, которые не видят домов. Хотя бы собрание пусть проводят. А мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку, и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку «Телевидение» и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему. И до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. А теперь о тех, кому в нашу программу обращаться не нужно. Ведь если одни управляющие компании с бедой встречают отопительный сезон, то у них все отлажено. В управляющей компании «Взлетная» к новому отопительному сезону готовы. И уже давно наполнили радиаторы. Но переживать не стоит. Жарко никому не будет. А в предстоящие морозы точно не будет холодно. Ведь все дома, которые обслуживает «Взлетная», оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Установлена погодозависимая автоматика. В ней забиваются графики температуры относительно уличной температуры. Мы подаем определенную заданную температуру теплоноситель в систему отопления дома. А если у вашего дома есть проблемы с отоплением или коммунальные беды посерьезнее, обращайтесь к нам в коммунальный патруль. Мы попытаемся вам помочь. До следующего вторника. Пока-пока.